А вот еще одна история. Как изменился наш досуг с появлением фотографий и кино? Изобретение фотографии стало возможным благодаря объединению нескольких открытий, сделанных давным-давно. Еще греческий философ Аристотель задавался вопросом, каким образом может возникать круглое изображение Солнца, когда оно светит через квадратное отверстие. В самом конце XVII века европейскими учеными были описаны фотохимические реакции, при которых вещества изменяют окраску под действием света. Наиболее раннее из сохранившихся изображений, снятых с помощью этих технологий, датировано, внимание, 1826 годом и известно под названием «Вид из окна в Легра». В 1839 году французский физик Луи Дагер опубликовал способ получения изображения на медной пластине, покрытой серебром. После экспонирования пластина проявлялась парами нагретой ртуки, а затем закреплялась в растворе поваренной соли. В итоге получалось изображение, напоминающее гравюру. В том же году коллега Дагера, французский физик Франсуа Араго представляет доклад о фотографическом процессе на заседании Французской академии наук. Этот год принято считать рождением фотографии. В середине века совершенствование техники и одновременное упрощение и удешевление фотосъемки привело к широкому распространению фотографий. По мнению историков, это спровоцировало своеобразную портретоманию. Тогда, в 19 веке, появились первые семейные фотоальбомы. В 1855 году британский физик Джеймс Максвилл формулирует теорию цветоощущения, которая описывает способность человеческого зрения воспринимать и преобразовывать цвет в ощущение различных цветовых оттенков и тонов. Первая цветная фотография, тартановая лента, основанная на трехцветной теории Максвилла, была получена в 1861 году. В конце века российский химик, фотограф и ученый Сергей Проходин-Горский во время экспедиции по Российской империи создал первую в мире крупную коллекцию цветных фотографий. В 1887 году появляется листовая и рулонная фотопленка, которая заняла место фотопластинкой. На протяжении первой половины 19 века вся Европа хотела оживить неподвижный рисунок. Именно поэтому изобретение фотографии и фотопленки стало предпосылкой другого великого достижения современности – кинематографа. История кинематографа началась в конце 1895 года, когда на бульваре Капуцинов в Париже в одном из залов Гранд-кафе прошел первый сеанс кинопоказа. Самые ранние фильмы были черно-белыми, длительностью менее минуты, без записи звука, состояли из одного кадра, снятого неподвижной камерой. Братья Люмьер продемонстрировали свою технологию кинопоказа и вошли в историю в качестве создателей кинематографа, как жанра искусства. Они смогли создать работающий киноаппарат, так называемый «Синематограф» и сделать несколько роликов. Важное значение работы Люмьеров состояло в том, что их технология позволяла осуществлять съемку не в специальных помещениях, а в любом месте, в том числе и на улице. Быстро готовить фильм к просмотру и показывать его не одному зрителю, а целому залу. На протяжении всего 20 века кинематограф, конечно, изменялся и постепенно из немого кино превращался в красочное шоу со спецэффектом, без которого сегодня мы не представляем свою жизнь.